Сегодня почти половина населения Казахстана пользуется смартфонами и мобильным интернетом. Крупные города уже имеют сеть четвертого поколения. Сотовые операторы за выделенные 4G частоты выплатят государству 78 миллиардов тенге. Ну а специалисты утверждают, что в Казахстане одни из самых дешевых тарифов на мобильную связь и интернет. Средняя стоимость полного пакета 1500 тенге. Тогда как в некоторых странах только за 1 гигабайт придется отдать до 5000 тенге. По данным Министерства информации и коммуникации, Казахстан по дешевизне сотовой связи стоит на 18 месте. Я думаю, что все операторы очень много инвестировали, все. И когда у нас были 4 оператора, все конкурировали очень сильно. И я думаю, что это сильно помогало, что конкуренция всегда помогает. Второй, я думаю, что здесь в Казахстане люди очень много используют все эти услуги на соцсетях, там видео и так далее. Со следующего года в буквальном смысле начнется эпоха цифрового Казахстана. Профильное ведомство запускает масштабную программу, рассчитанную на 5 лет. Она включает подготовку IT-специалистов, проведение интернета в селах, повышение эффективности работы в госорганах благодаря внедрению цифровых технологий. Самое важное – это цифровизация экономики. Сейчас во всем мире внедряются такие технологии, как интернет-вещей. То есть все технологии и все элементы в производстве будут использоваться с применением интернет-технологий. То есть автоматизация всех процессов. И мы собираемся эти технологии внедрять в стране. И самое важное для того, чтобы внедрять эти технологии, необходима инфраструктура, то есть широкополосный доступ в интернет. Кроме того, до 2020 года операторы должны будут охватить связи с села, где проживает менее 500 человек. А традиционная проводная связь никуда не исчезнет, уверены эксперты. Так как в отличие от беспроводной, скорость оптики в разы выше. Аир Кирмик, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.